эх а приходите свататься я не буду прятаться я девчонка неплоха дальше не буду петь потому что я уже старенькая сегодня речь пойдет не об этом а о флоксах которые мы в прошлом году черенковали вы помните я надеюсь что да еще ранняя весна еще как бы не все даже показалось на поверхности а вот эти красавцы посмотрите какая шикарная зелень видите вот они черенки причем закопанные под 45 градусов имеющие внизу несколько пар почек у них попарные листья они выросли кустищами уже и они будут великолепно цвести вы должны понимать если вы хотите чтобы ваш сад превратился в цветущее облако надо немножко подождать никто да ну че посадила два года жди а как мы пионы садим два года ждем а потом когда ждемся глаза на лоб лезут от такой красоты поэтому хочу сказать про вот эти флоксы как они посажены обратите внимание видите пленка торчит а почему а потому что он в пакете а почему да потому что его легко будет перенести на другое место не нарушив корневой системы этого не любят никакие цветы никакие растения поэтому у каждого из них там внизу есть пакет и вы можете знаете заниматься чем угодно они подождут потому что вы в любое время их сможете перекатить это называется а не пересадить когда мы вырываем все с корнями а потом сидим и плачем волосы на себе рвем этого делать не надо посаженные в пакеты засыпанные землей но в пакетах дырки должны быть чтобы влага отходила во-первых мы их полили во вторых идет дождь и как бы если пакет целый там будет кто правильно гниль там будет а если есть в пакетах отверстия и земля рыхлая как ну у меня до рыхлая земля у меня хорошая я потому что тут закапываю все отходы все что возможно тогда процесс идет правильно у них уже вот такая в пакете корневая система естественно у них очень пышный будет куст пока я не знаю куда их пересадить поэтому трогать их не буду но уверяю вас что если вы всегда поступаете правильно мудро вы не придумывайте никаких там себе способов и методов они давно существуют надо просто немножко почитать я вам очень рекомендую почитать теперь послушайте про флоксы посмотрите из каждого ну то есть вот тут вот уже три черенка образовалась да но на каждом из этих черенков будет по нескольку ветка веток и они будут полноценными кустами вот так как они сейчас посажены это неправильно слишком маленькое расстояние если куст будет такой да еще вот такой естественно площади питания нет площади освещения нет да и просто все это перепутается и будет валиться поэтому прежде чем выкапывать их из земли и куда-то придумывать сначала придумайте куда их посадить сделайте красивый цветник и только тогда выкапывайте и пересаживайте желательно чтобы корневая система на солнце не попала вот флоксы они настолько неприхотливы но посадка не вот так как вы любите а вот так как я люблю на штык лопаты вот здесь корень видите да вот здесь они вот здесь тогда они долго будут расти а потом ну вот через два начнут выносить вам мозг вы выкопали унесли посадили на место а он снова вырос вот какой правильный флокс когда он все время есть я надеюсь что вы услышали флоксы ничем практически не болеют их практически никто кроме подземных крыс не ест ну и растут и украшение сада однозначно особенно к осени хотя флоксы есть и очень ранне цветущие на этом заканчиваю все всего доброго до свидания всегда ваша всегда с вами тетя таня